В Сургуте продолжает работать отделение дневного кардиологического стационара. Ежегодно там проходят диагностику и лечение порядка 1200 пациентов. Лидируют ишемические болезни сердца и гипертония. А теперь для пациентов стационара стала доступна очень важная медицинская процедура, при которой раньше госпитализировали. Подробности расскажет Виктория Герасимова. Трудно найти человека, которому нравилось бы лежать в больнице. Во-первых, это невозможно выходить на работу. Во-вторых, провести время дома со своими близкими и друзьями. Но есть одна форма медицинского обслуживания, которая не предполагает постоянного нахождения в больнице. Кстати, если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, то такой вид лечения в Сургуте единственный в нашем округе. В окружном кардиодиспансере Сургута функционирует дневной стационар соответствующего профиля. Шесть дней в неделю в три смены профессиональная команда отделения заботится о здоровье своих пациентов. Здесь они получают помощь по двум направлениям, одной из которых – амбулаторная коронография. Раньше для проведения этой процедуры пациентов приходилось госпитализировать в круглосуточный стационар. На сегодняшний день это больше не является необходимостью. С развитием методики амбулаторной коронографии это стало возможным делать в условиях дневного стационара, потому что в клиническую практику была внедрена методика проведения коронографии путем доступа через лучевую артерию. Когда пациенту не требуется круглосуточное наблюдение, не нужно лежать в круглосуточном стационаре, а можно через пару часов после исследования уйти домой. Людмила Филатова готовилась к операции совсем не по сердечно-сосудистым показаниям. Буквально через несколько минут сургутянки проведут исследование под местной анестезией, по результатам которой специалисты оценят состояние коронарных артерий. Все равно внутренний страх какой-то есть. Но так надеюсь на наших врачей. А что они говорят? Вам обнадеживают? Говорят по результатам. Так что будем надеяться на лучший результат. У Татьяны Бортниковой процедурное исследование прошло 15 марта. Ранее признаков сердечных болезней не наблюдала и не знает причину возникновения внезапного появления кардиологических проблем. Но очень рада, что вовремя обратила внимание на свое здоровье. Меня выписывают 28-го. Последняя капельница будет и чувствую себя хорошо. Лучше? Лучше, да. У меня было высокое давление. Мне назначили медикаменты. Сейчас у меня даже не знаю, что такое давление. Как отмечают врачи, по итогам амбулаторной коронографии выделяется большой процент тех, у кого бессимптомно или на ранних, пока еще незаметных этапах, начинают развиваться заболевания с сердцем. И пациент нуждается в хирургической помощи. Успех это в том, что большой объем коронарографии, то есть в день 2-3, иногда даже до 5 коронарографий, то есть это на поток поставлено. И у каждого третьего пациента выявляются гемодинамически значимые стенозы. То есть он своевременно поступает на оперативное лечение, таким образом избегаем сосудистых катастроф. Первую коронографию амбулаторно в кардиоцентре выполнили в 2016 году. С тех пор объем исследований только увеличивается и достигает отметки в более 700 пациентов ежегодно. В большинстве своем это жители Сургута и Сургутского района. Для югорчан коронарография проводится бесплатно и по полюсу ОМС.